Ученые нашли метод лечения всех возрастных заболеваний сразу. РИА Наука Ученые нашли метод лечения всех возрастных заболеваний сразу с 16 и 11 5 ноября 2019 года. Обновлено 16 и 32 5 ноября 2019 года. РИА Новости Александр Крижев Пожилых людей могут быть различные заболевания, которые требуют приема витаминов и поливитаминов. РИА Новости Александр Крижев Москва, 5 ноярия Новости Американские ученые разработали метод генной терапии, позволяющий увеличить продолжительность жизни. Он нацелен на комплексное лечение сразу всех болезней, связанных с возрастом. Результаты исследования опубликованы в журнале По мере старения у человека начинают развиваться так называемые возрастные заболевания сердечная и почечная недостаточность, диабет, ожирение и другие. Часто они взаимосвязаны, и наличие какой-либо одной болезни увеличивает риск развития других. Традиционная медикаментозная терапия обычно акцентируется на отдельных заболеваниях, игнорируя их взаимосвязь. В итоге пациенты принимают несколько лекарств, что увеличивает риск негативных побочных эффектов. Американские ученые из Гарвардского университета и Гарвардской медицинской школы выяснили, как с помощью генной терапии можно улучшить общее состояние здоровья пожилых людей, облегчить или даже вылечить многочисленные возрастные заболевания, увеличить продолжительность жизни. 23 октября, 19.39 РИА Новости Ученые нашли вещество, предотвращающее рак и старение. В предыдущих исследованиях специалисты обнаружили, что экспрессия трех генов и КЛОТО положительно влияют на здоровье и продолжительность жизни мыши. Ученые предположили, что введение дополнительных копий этих генов мышам будет способствовать борьбе со старением. В новом исследовании авторы сообщают о создании метода генной терапии, основанном на доставке генов, связанных с долголетием, с помощью 1-у ассоциированного вируса. Афейт Результаты, которые мы увидели, были ошеломляющими. Целостное решение проблемы старения с помощью генной терапии может быть более эффективным, чем частичный подход, который существует в настоящее время, приводит слова первого автора исследования Ноя Дэвидсона при службе Института Виса при Гарвардском университете. Используя серотип Афейт В качестве средства доставки, ученые создали отдельные конструкции генной терапии для каждого из генов. Их называют трансгенами. Вирусный вектор доставлял трансген в клетку организма и встраивал в ДНК. Таким образом нужный белок начинал вырабатываться активнее. 8 июня, 042.51 РИА Новости Ученые выяснили, почему организм перестает бороться со старением ген. FGF21 После однократного введения вызвал снижение прибавки в весе у тучных мышей и улучшение состояния у больных диабетом второго типа О. При введении SDGF R2 Мыши с сердечной недостаточностью функция сердца улучшилась на 58%. Сочетание FGF21 И SDGF R2 Было успешным при лечении всех четырех тестовых возрастных заболеваний сердечной и почечной недостаточности, диабета и ожирения, а также на 75% снизило атрофию почек у мышей с почечным фиброзом. Одновременное введение всех трех генов привело к несколько худшим результатам, вероятно, из-за неблагоприятного взаимодействия между FGF21 и клата, которые ученые будут изучать на следующем этапе исследований. Важно отметить, что встроенные трансгены не могут быть переданы будущим поколениям или от одной особи к другой.